ребят всем привет уже прошел 10 тысяч шагов давно что-то не укладывал видео сейчас решил записать видосик хочу поговорить с вами на тему что снимать для видеоблога сам задаюсь этим вопросом в принципе кое-что уже делаю вот несколько есть вариантов что можно снимать прежде всего самое главное с чего можно начать это снимать что-то полезное то есть то что поможет людям решить их нею проблему там что-то починить что-то исправить чему-то обучиться новому я и сам некоторое время вел блог по ремонту кофе-машин вот и до сих пор на этот канал подписываются хотя уже давно ничего не выкладывал следующий вариант что заходит людям это помимо того что что-то полезное это видео связанное с преодолением себя то есть страдания какие-то мучения то есть как например ты сбрасываешь вес либо как я одного блогера видел он решил пройти от санкт-петербурга до москвы пешком а до этого он снимал дома какие-то странные там видосы о том как он что-то готовит ест вот просмотров у него не было но когда он стал снимать про свой поход из питера в москву по просмотры резко выросли также хорошо заходят ну настоящая жизненная история то есть что-то вы рассказываете друзьям что-то интересное такое да из жизни также это может зайти и на ютюбе лес народа вроде нет тут все распахали сегодня тепло хотя осень ну и последнее о чем еще можно у нас снять можно снять видос это пранки то есть развлекательный контент то что людей будет веселить и смешить тоже хорошо заходят ну вот пранки бывают безобидные а бывают с вызовом тут дело ваше хотите рискнуть то можно делать пранки разыгрывать людей и стараться избежать последствий либо можно делать безобидные пранки чтобы было весело на сегодняшний день что я заметил конечно в этой сфере сейчас очень высокая конкуренция это контент про доставку то есть многие начали записывать про яндекс еду по достависту и про другие сервисы доставки в целом если есть харизма есть что рассказать есть какие-то результаты то тоже хорошо заходят в общем вот такие варианты для того чтобы начать вести свой видеоблог я вам ребят предложил резюмируя хочу сказать что самое главное это начать делать не надо думать что там как-то не так ты выглядишь что-то ты не так делаешь делай и потом уже смотри на себя как у тебя это получается и со временем видосы станут лучше но мне пора возвращаться надо еще десять тысяч шагов сделать на сегодня ставим рекорд вот собственно говоря прошел десять тысяч 847 все идем домой